кто есть человек и что это такое человек для чего он существует я хочу вам сказать человек это существо рожденное от своих родителей но в случае если человек начинает развиваться в дальнейшем то данный человек является существом духовно развиваться то данный человек является существом который фактически является рожденным от бога так как человек рожденный от родителей он проживает с позиции эгоизма а также с позиции с позиции амбициозности считает что он основа земли духовный же путь человека связан с его духовным возрождением и с пониманием того что есть дополнительная третья сила которая является богом и это третья сила дополнительно является для человека важным и неоспоримым неоспоримой опорой в виде еще духовного отца то есть по другому бога человек есть существо созданное по образу и подобию божьему в чем смысл жизни это второй вопрос ну он выходит из первого вопроса вот смотрите у меня родился ребенок скажите что я хочу дать этому ребенку или зачем я рожаю этого даже не зачем я рожаю а в тот момент когда родился у меня ребенок какие желания у меня когда я начинаю смотреть за этим ребенком думать о нем давайте я вам скажу как отец своего ребенка и как отец многодетного семейства могу сказать что когда у меня ребенок рождается я хочу этому ребенку счастья когда ребенок рождается первое что хочет человек как отец он хочет ему счастья а скажите буду ли я думать о том что мой ребенок которому я хочу счастья мне бы хотелось чтобы он прожил в счастье конечно тогда ответ в чем смысл жизни заключается вот в чем бог создал человека для и дальше сами скажите это слово для того чтобы он разжил прожил счастливым быть счастливым это и есть наша основная цель и наша основная задача для того чтобы не расстраивать своего духовного отца то есть по-другому бога